В течение последней недели война нервов достигла своего высшего накала. Многочисленными заявлениями и опровержениями, телевизионными и газетными сообщениями Гагаутское общество было окончательно сбито с толку и фактически раскололось. Только сегодня получил я его приглашение на референдум. Сегодня подумаем, с семьей соберемся, решим как. Обязательно референдум и отстранить с работы. Но вплоть до последнего момента ни одна из сторон не допускала прямого давления на своих противников. Противостояние шло за закрытыми дверями. Определенно давление ощущается, но конкретно сказать, что было какое-то там давление, нет. Мы в принципе не агитируем. Мы организовали эту работу. Как организовали, значит, завтра покажут, как люди выйдут, как они проголосуют. Работа носит такой массовый характер. Ходят из дома в дом, агитируют, раздают листовки, направленные против законно избранных властей. Ситуация в корне изменилась в 7 часов вечера в субботу, когда было получено известие о замене Кишиневом командованием местной воинской части Карабинера. И о возможном силовом варианте разрешения кризиса сторонниками Кишинева. В совещании Президиума Народного Собрания вместе с Башканом Дмитрием Крайтором приняло решение о введении дополнительных усиленных мер безопасности в автономии. Весь личный состав комиссариатов полиции был поднят по тревоге. Одновременно начата операция по нейтрализации агентуры СИБа. Комиссар только что доложил, что лично собрал район полосы Бокера. Если в машинах есть бюллетни, листовки, изымать удостоверение. Если СИБ даже стоит удостоверение полиции, пожалуйста, за пределы уезжайте, завтра в понедельник получаете документы, все, вперед. Башканы, председатель Народного Собрания, потребовали покинуть территорию автономии первых заместителей министра внутренних дел Кульчицкого и Клипа, а также замдиректора службы информации и безопасности Молдовы полковника Дедю. Эти чиновники, по словам Башкана, прибыли в Камрад, чтобы на месте координировать вывод местных силовых структур из подчинения законных властей. Господин министр, мы вас просим покинуть территорию автономии. В течение 20 минут. Ваши права сопроводят. В связи с тем, что вы нарушаете на протяжении уже нескольких недель ситуацию с Гагаузией, за нашей спиной пытаетесь решать какие-то вопросы, мы просим вас покинуть территорию автономии. Значит, после нашего разговора в Управлении внутренних дел, вы поехали в Голконешный, без нашего ведома отстранения комиссара. На каком основании? Я читал вам закон. Не управляются приказ министра. Я читал вам закон, и приказ министра не может быть выше, чем закон. Можно. Мы отчисняли комиссара пространения. Мы просим вас, мы дискутировать дальше с вами не будем. Покинуть территорию автономии. Господин министр, слушайте, время идет. Не теряйте время. Давайте. Мы не до хорошего даром. Нет, вы идите как раз за то. Сейчас полный кабрат будет береть. Покиньте. Доверите камеру. И берите камеру. Уберите камеру. Развернитесь, и сопровождайте. До свидания. Счастливо. После вас. Вы еще не знаете. Нет, я последний выйду с кабинета. Тут приказы. Я последний выйду с кабинета. Покажите язвы. Нет, никто. Завтра снимите, будет это. Я уже выжил. Нет, не вы. Мы в пакетине. Выкрывайте. И вы строите все машины. Наши сопроводители. Что говорится. Сколько ваших машин, господин. И задержанные агенты спецслужб, и все три заместителя были отправлены за пределы автономии. Параллельно решался и вопрос о судьбе тех офицеров, которые не исполняют распоряжение Башкана. Отстраняем. Не медленнее отстраняем. Заменять нашим лейтенанту, старшинам, всех. Оружие забирать и домой отправить. Другого пути у нас нет. В течение ночи контроль за ситуацией перешел в руки законных властей. Силами местной полиции и народной дружин границы автономии по периметру были закрыты. На дорогах установлены блокпосты. Бетонными плитами перегорожены въезды и выезды в автономию. Утро 24 февраля, в воскресенье, началось камрати с прибытия нежданных кишиневских гостей. ЦИК Республики Молдовы прислал своих представителей. Но наблюдать им было незачем. Приехавших отправили обратно. Одновременно была прекращена деятельность местного избиркома. У его председателя изъяли печать и документацию. Сейчас заберут. Я не могу дальше продолжить работать. Никаких разговоров в этом отношении не может быть. Это сделано по указу Башкана. Вот сейчас предъявили бумагу с его печатью, подписью. По его указу все создано. Ну, мы подчинились, но не сдались. И Башканы, представители Народного собрания, свои действия по недопущению проведения референдума считают единственно верными в создавшейся ситуации. В Гагаузии есть власть, которая не допустит беззакония. Мы не признаем этого референдума. И мы не одни в этой своей оценке. В то же время никто из руководства не готов прогнозировать, как ситуация развернется далее. Ведь в райцентре был, конечно, и ряде сел референдум все-таки прошел. Неизвестна реакция официальных властей Молдовы. Но если Кишнев решится на какие-то активные действия, Камарат уверен, что ответит на них достойно. Вечер 24 февраля Гагаузская автономия встретилась с блокпостами на дорогах и с территорией, перекрытой по периметру. А это означает, что набившая оскомину в сравнении с началом 90-х годов приобретает все более зримые очертания. Вадим Балатович, Игорь Мацота из Гагаузии. Специально для программы новости на ТСВ.